Чемпионаты Европы Они именно учатся цирку, их прям в клубах даже изучают, что надо симулировать, надо подъезжать, еще не доказаться до игрока, уже надо мотоцикл бросать. На этом они играют, это их стиль. Цирк, я называю это цирк, я сам во Франции играю уже 4 года, я уже к этому более привык, но все равно бывает, надоедает, прям уже хуже некуда. Опять у нас, как и в предыдущей игре с Германией, было много карточек, но эта встреча стала развиваться по другому сценарию. Во втором периоде Иван Крюштопа делает хэт-трик и выводит команду вперед. Так бывает, сыграли командой, полностью доминировали на поле, прикрыли правильно и получилось забить. Трибуны были мертвые, зрителей было много, но смотрели они игру в полной тишине, без эмоций, не болели ни за одну из команд, даже когда забивали необыкновенно красивые голы. С выходом один на один, как это сделал Роман Дицина. Вова хорошо увидел меня, да, увидел, что я могу выходить один на один, дал мне пас, я воспользовался моментом, не подвел команду, забил гол. Сегодня игроков тусовали по разным составам, и на этот раз на игре это сказывалось неплохо. Выпустили вместо Сергея Крошки Антона Гусева, и он забил два мяча. За ним отличился Анатолий Касьянов. Первое добивание было, там если попускать ниже надо было, если ногой бы бить, то там бы меня бы, ну накрыли бы, я сделал выбор, ударить лучше головой. Посмотрел вратарь, еще чуть-чуть вышел вперед, и думаю, и перекинул его просто. Вот так получилось забить. Так ногами и головой россияне забросили семь мячей, пропустив только один. Сборная России вышла в финал и снова будет сражаться с немецкой командой. Немцы победили, немцы дома, немцы с поддержкой домашней. И судейство будет взято, это сто процентов, но я думаю, что мы это все переиграем в нашу пользу и, думаю, займем первое место. Настрой спортсменов великолепный. Пожелаем им удачи и будем поддерживать. Россия вперед! Елена Бабина, Сергей Ларин, Видное ТВ.